Девочки, привет-привет всем! Меня зовут Светлана. Спасибо всем огромное, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хотела бы снять видео о такой своеобразной тест-драйв баз для теней. Покажу вам, какие у меня есть и как они действуют в течение дня. Возможно, это поможет вам как-то определиться. И если вам интересно такого рода видео, то, пожалуйста, оставайтесь с вами. У меня есть 4 базы для теней в данный момент. Я хотела бы подробнее рассказать о каждой и поделиться с вами впечатлениями о ней. Самая первая база для теней, которая у меня появилась, это была еще до знакомства моего с YouTube. Это база от Эйва. Она у меня уже закончилась, к огромному сожалению. Для того, чтобы ее протестировать, так скажем, мне придется ее вот тут-вот собирать по стеночкам. В общем, это моя была первая база и она из самых-самых лучших. Это было моей полной неожиданностью, что Эйван создала такую хорошую базу для теней. Многие девочки ее сейчас хвалят. Она многим нравится. Действительно, у нее очень приятная кремовая текстура. Она очень такая муссовая, напоминает тональный мусс. Она очень хорошо выравнивает цвет века. То есть, если какие-то венки она хорошо их маскирует, она не какая-то не силиконистая, не восковая, а именно как крем-мусс. Такой довольно плотноватый. Единственный ее минус, я заметила, когда она стала уже подсыхать, заканчиваться, она начала скатываться у меня на веках. То есть, когда ты ее наносишь, она начинает цикадышками скатываться. Я не знаю, смогу ли я ее протестировать в полной мере сейчас, потому что она у меня сейчас уже такая довольно подсохшая. Но я хочу сказать, что те моменты, когда я ее активно пользовалась, она мне очень нравилась. У нее очень хорошая способность удерживать тени на долгое время. То есть, до вечера у меня практически никогда не скатывались тени. Забыла сказать, что веки у меня довольно жирные. Не скажу, что они там супер-супер какие-то жирные, но тени у меня к вечеру всегда скатываются. Особенно летом, особенно в жару, понятное дело, это происходит намного быстрее. Так вот, с этой базой летом они у меня держались практически до вечера. Конечно, когда было сильно жарко, все равно база не выдерживала, и слетали, так скажем, тени от нее. Но я потом вставлю видео о том, как я проводила ей тест-драйв, так скажем. Я буду снимать этот утром перед нанесением, макияж, какой я сделала, и уже вечером. Что получилось из этого макияжа, так скажем. Вот. И вот сейчас я покажу свой тест-драйв про базу. Так, следующая моя база для теней, это уже купленная под влиянием YouTube, это база для теней от Essence. В общем, отличается от базы Avon. Во-первых, она удобнее в нанесении, потому что у нее вот такой вот спонжик всем известный. Она у меня тоже, к огромному сожалению, уже закончилась. Покупать я ее больше не буду, хотя она у меня продается в секундной доступности, так скажем. Вот. Но ее минус в том, что она желтит. Для тех, у кого очень светлые веки, она может давать такой желтоватый эффект. У меня на веках она не желтит. Возможно, у меня какой-то желтоватый потон у век. Поэтому она мне идеально подошла. Она более жидкая по консистенции, в отличие от Avon. То есть такая более кремовая, так скажем. Не мусс, как ивановская, а кремов. Вот. На ней тени держатся, но не так хорошо, как на ивановской. И к вечеру, в основном, чаще всего, особенно летом, они у меня уже скатывались. Вот. Если ты ходишь полдня с ней, то держатся тени отлично. Но если весь день, вот как я, например, ухожу на работу, с утра наношу тени и вечером прихожу, конечно, уже больше части дней скаталось. Вот. Поэтому эту базу для теней я советую тем, у кого не, во-первых, не... Во-первых, желтоватый потон век, как у меня. Вот. И у тех, кто не наносит тени на целый день. А только на полдня, предположим. Вот. Тогда в этом случае она будет довольно неплоха. На ней хорошо тушуются тени. Тени становятся немного ярче. Вот. В принципе, она неплохая для своей цены. Забыла, так сказать, сказать по цену. Цена AVEN тоже довольно бюджетная. Стоят они в пределах 200 рублей. А эта стоит немного дешевле. Она стоит 110 рублей, может, 120. Где-то так. Вот такая вот база для тени от Essence. В принципе, довольно неплохая. Ну, потом нанесу следующие, чтобы увидеть, как они отличаются под толстой. Асберимент вот с этой вот тени для... База для тени от Essence. Неудобно, конечно, одной рукой все это делать. В общем, вот так вот я вот с этой базой. База от Essence нанесла, сделала макияж. И потом покажу, как оно будет вечером. Как мой макияж будет смотреться уже вечером. Посмотрим. Следующая моя база для теней, это от Lumine. Ее я купила также под влиянием YouTube, потому что было наслышано о большом количестве положительных отзывов. И это, кстати, одна из... Ну, как бы, самая дорогая из всех, которые у меня есть. Она стоит около 300 рублей. В отличие от других моих баз. Что я считаю, весьма недешево для базы под тени. Она имеет такой удобный тюбик. С таким вот узеньким дозатором. И имеет такую уже более... Силиконистую текстуру. Вот так вот она выглядит. Но она более светлая. В отличие от Essence. Вот можно заметить разницу. Essence вот такая желтая. А вот эта Lumine, она практически не видна. То есть она прозрачная. Имеет слегка-слегка бледный... Бледно-такой же бежевый цвет. Вот. Вот так вот она выглядит. Вот я ей поярче нанесла. Значит, более силиконистая текстура у нее. Не кремовая уже, как у Essence. И не такая... И не кремовая, и не муссовая, как у Avon. А именно такая силиконистая текстура у нее. Вот. На ней тени держатся так же, довольно прилично. То есть мне их хватает на целый день. И к вечеру они практически не скатываются. Ну, опять же, я покажу в своем тест-драйве. Вот. Мне нравится, что на ней хорошо тушуются тени. Очень такая она легкая. Но она не особо маскирует цвет века. То есть если какие-то венки есть, то сильно она их не замаскирует. Возможно, только небольшие какие-то недостатки. Но у меня, слава богу, на веках ничего такого нет. Поэтому я даже точно сказать не могу. Вот. В принципе, мне эта база понравилась. Она мне нравится и по нанесению теней на нее. И как держатся тени. Вот. Сейчас я ей активно пользуюсь. И она меня в целом устраивает. Итак. Уже вечер. 10 часов. Я сейчас иду спать. И сегодня я тестировала вот эту базу. Для меня. База мне очень нравится. Хорошая база. Сегодня у меня был очень насыщенный день. Сейчас я вечером занималась. Прыгала, скакала, качала пресс. Вот. Поэтому посмотрим сейчас, что осталось от моих теней. Посмотрим. И хотела сказать, что в принципе она справилась неплохо. Но обычно, если я не занимаюсь спортом, то у меня она вообще идеальна. А вечером тени как будто только нанесены. Сейчас, конечно, немножко скатались. Вот так это выглядит. Немножко все-таки они скатались. Вот. Но, в общем, обычно она справляется. Сегодня в виде интенсивности дня немного не справилась. Совсем недавно я получила с сайта iHerb еще вот такую базу для теней. Это база для теней от Эльф. Она имеет такую же упаковку, как Эссенс. Но в отличие от Эссенс, она более маленькая и более кругленькая. Это длинная и вытянутая. Она похожа на упаковку обычного блеска для губ, предположим. Здесь 4 миллилитра. А здесь, наверное, поменьше. Не написано сколько точно. А здесь, кстати, 7 миллилитров. То есть это получается в ходе самая дорогая от Люмены, но она самая экономичная. Я думаю, что мне ее хватит весьма и весьма надолго. Вот. Итак, база от Эльф имеет точно такой же спонжик, как в Эйвановской базе. Но, как я и говорила в своем видео на косметику Эльф, она имеет текстуру совершенно другую. Не такую, как... Вот она в самом низу. Не такую, как база для теней от Эссенс. Но, опять же, видно хорошо, что база для теней от Эссенс имеет такой яркий желтый подтон. Хотя другие базы совершенно-совершенно бесцветные практически. Вот. Но она, в отличие от этой базы, от Эссенская, она по текстуре больше похожа на базу от Лумене. То есть она более такая суховатая и более силиконистая. Когда ты наносишь базу для теней от Эссенс, веки становятся слегка влажные. Ты прям чувствуешь эту влажность. А когда наносишь Эсс Эльф базу, то такой влажности ты не ощущаешь. То есть как будто наносишь какую-то сухую базу. Повторюсь, вот эти вот базы очень-очень схожи по нанесению, по текстуре. Но цена, кстати, у базы от Эльф дешевле значительно. По нанесению они обе удобные. В общем, эта база меня также порадовала. На ней... Я ей пользуюсь сейчас в данный момент не так часто. Поэтому во время того, когда я буду делать тест-драйв в этой базе, я как раз-таки посмотрю, выдержит ли она весь день. Потому что до этого я не помню, чтобы я наносила ее. Или, может быть, я не обращала внимания, как она к вечеру скатывается или нет. Но мне кажется, что не скатываются на ней тени. Тушуются тени на ней неплохо. Чтобы они были ярче, как-то казались, тени, я бы не сказала. В принципе, так же, как и база, без базы. Хотя без базы я тени практически никогда не наношу. Даже когда я выхожу в магазин, наношу тени, я все равно наношу их на базу. Не знаю почему, может, привыкла просто. Вот такая вот у меня дратская привычка. Сейчас посмотрим, как она... А, еще забыла сказать, что это минеральная база. То есть, ее состав, в отличие от других баз, более натуральный, более положительный для век, так скажем. Более хороший. Итак, посмотрим, как эта база для теней будет действовать у меня весь день. И я вставлю видео. Будем тестировать вот такую вот базу. Вот эльф. Сейчас я собираюсь гулять с ребенком и делаю макияж. Вон, делать с этой базой. Ну вот, нанесла ее макияж. И я кистирую вот эту вот базу. Вот эльф. Сейчас я покажу, что у меня на веках вечером. Вот уже испаду смылать косметику. Ну вот так, в общем. Слегка вот тут вот складочков что-то есть. Но вроде бы как совсем-совсем немного. Так, в принципе, тени продержались весь день без проблем. Также забыла, опять же, вставить в своем видео о базах для теней. Вот эту базу. Есть у меня еще одна база от Белль. Я рассказывала про нее в своих покупках. Она такого вот нежно-сиреневого цвета. И я думаю, что она похожа на базу от Vivienne Sable, которую вот часто слышу девочке рассказывать, что она такая довольно плотная. Действительно, она, вот эта база тоже довольно плотная. Но, с другой стороны, она не сильно силиконистая. Вот так вот она выглядит. То есть, ее можно слегка вот так вот погреть пальчиками. И она довольно отлично ложится на века. Тени на ней держатся хорошо. Мне нравится. И я вставлю в видео сейчас после этого свой тест-драйв, как я ее нанесла утром и вечером, как она выглядит. Вот, запаха никакого не имеет. Силиконистая текстура, как я уже сказала. В принципе, довольно приятная база. Стоила очень бюджетно. Мне она понравилась. Единственное, конечно, лазить пальчиками туда не очень удобно. Так, девочки. Сегодня я тестирую вот такую вот базу для век от Бель. Вот сейчас уже вечер. Я покажу, как у меня выглядят тени. Так вот они выглядят. В общем-то, тоже неплохо. Практически не скатались. И в полосочку не превратились. Так что я считаю, тоже база довольно-таки неплохая. Есть у меня еще вот такая вот база для теней от Пьер Рико, которая у меня появилась уже несколько позже того, как я снимала видео о своих базах. Вот она похожа на базу от Люмине, как я уже ее показывала в своем видеосравнении. Вот она похожа на базу от Люмине. Здесь у нас... Значит, эти две базы очень похожи между собой. У них похожая текстура. Хотя по цене, по-моему, они разительно отличаются. Вот эта меньше по объему, но, по-моему, намного дороже, чем база от Люмине. Сейчас я их нанесу для сравнения на руку. И покажу, как они выглядят на руке. Значит, вот так вот выглядит база от Люмине. И база от Пьер Рико. Сейчас покажу, как выглядит. Она немножко темнее. Хотя, когда растушевываешь, конечно, эта разница незаметна. Мини-силиконистая, чем Люмине. Люмине более силиконистая база. А Пьер Рико менее силиконистая. Но, в целом, они, по мне, они несколько похожи. По эффекту. По эффекту я сейчас ставлю тест-драйв, который я проводила не так давно с базой Пьер Рико. В зависимости от интенсивности, которой предстоит мне день, эта база, особенно летом на жаре, все равно под вечер скатывается. А то есть, хорошо держит веки она где-то полдня, часов до трех, до четырех. Если уже до семи, до восьми вечера, то она, к сожалению, огромному скатывается. Или, если день сильно интенсивный, то она может даже скататься и раньше. А вот вечер от базы от Люмине, которая держит на моих веках тени весь день до вечера. Вот вам и разница в цене. Поэтому я эту базу не советую. Сегодня тестирую вот эту вот базу для теней от Пьер Рико. Все, нанесли. Сейчас будем наносить макияж. Сегодня я тестировала вот эту базу для теней от Пьер Рико. У меня были, у меня был макияж утром, ярко-зеленые тени у меня были, бирюзовые, вот цветные блузки. Вот. И вот что от них осталось. Что-то они все скатались в одну полосочку. Хотя, вроде бы, до этого я не замечала за этой базой такого. Просто сегодня было очень жарко, довольно насыщенный день был, и, может быть, поэтому... Ну, в общем-то, как-то они плоховато сработали. Думала я, что будет лучше. Такой вот результат получился. Итак, я протестировала эти базы для теней. Надеюсь, мое видео казалось вам чем-то полезным. Больше всего из моих баз я довольна базой для теней от Avon. Но она неудобна по нанесению. И то, что она начала подсыхать и скатываться. Потому что это естественно из-за того, что ты открываешь баночку, постоянно лазишь туда пальцами, она, естественно, подсыхает быстрее. Поэтому больше я ее брать не буду, хотя она весьма-весьма неплохая. Эти базы, они намного удобнее в нанесении, в использовании. И сами по себе они тоже очень меня порадовали. Поэтому вот эти две базы могу смело вам посоветовать. Я надеюсь, было вам чем-то полезно. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.